Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня в данном общем раскладе по вашим идеям мы будем рассматривать тему соперника или соперницы в отношениях, которые есть в вашей жизни. Эту идею предложила обновить Оксана Днепр. И вот тут, Оксана, я думаю, следующее. Вообще на наличие соперника или соперницы лучше смотреть раскладом из одной карты буквально, то есть вот один аркан на позицию. Больше не надо, потому что, ну, знаете, под вопросом есть или нет соперник, ну, хватит, наверное, одного аркана для того, чтобы это пояснить. А затем тогда уже, если аркан покажет, что нет соперника, то тогда особого нет смысла развивать тему дальше, насколько опасен может быть и так далее человек. Но сейчас вот мне пришло в голову, что может быть, может быть, стоит посмотреть и наличие и вот задавать, если карты покажут отсутствие соперника или соперницы, задавать вопросы о том, насколько опасно, что появится в ближайшие полгода этот соперник или соперница. Вот, наверное, так было бы актуально сделать и так и оставим для того, чтобы не распыляться на несколько раскладов по сути на одну и ту же тему. Здесь еще есть один интересный момент. Если вы точно знаете, что нет соперника и соперницы, то есть если отношения идеальные, то не надо искушать судьбу и вообще участвовать в этом раскладе. Ну, конечно, если есть подозрения, вы хотите для себя прояснить вот этот момент и доверяете своей интуиции, то, конечно, тогда в раскладе поучаствовать можно, безусловно. У нас получается три варианта, первый, второй, третий. Вы можете загадывать просто рубашку карт, например, какая-то колода нравится, притягивает к себе ее и загадываете. Можете загадать номер по выкладке карта, можете по порядку открытия мной. Для тех, кто на канал пришел недавно или первый раз смотрит видео, здесь вы должны уловить суть. У нас есть еще один вариант открытия вариантов, то есть так, как я буду открывать ту позицию, которую я открою, первая или вторая и так далее. Вот здесь смотрите по интуиции, как вам лучше, как вы лучше чувствуете, так свой вариант, соответственно, и выбирайте. Для тех, кто хочет оставить свои идеи для общих раскладов, вы можете писать их под специальным видео, ссылку на которое я оставлю в прикрепленном комментарии под пунктом 2. К своему удивлению, за последнюю неделю я увидела комментарии, где люди вообще под раскладами годичной давности, двугодичной давности пишут какие-то идеи для общих раскладов. Везде есть ссылка на специальное видео, но люди пропускают просто мимо ушей это, потому что объясняла неоднократно, это не какой-то мой каприз. Но вот сегодня, допустим, на канале было там с утра, просыпаюсь, допустим, несколько десятков комментариев. Я прочла их, просмотрела и, собственно, я уже забыла, под какими видео они были. И искать видео годичной давности, при учете того, что у меня на канале в общей сложности почти 4000 роликов, я не могу. Поэтому есть специальное видео, где ваши идеи не потеряются. Но прежде чем идею оставлять, посмотрите темы последних 30-40 общих раскладов. Для этого нужно зайти в плейлист гадания на Таро, на него ссылка будет, по-моему, в первом пункте прикрепленного комментария. И вот там вы посмотрите, не обязательно смотреть какую-то тему, если она вас особо не цепляет и не интересует. Просто название просмотрите для того, чтобы мы часто не повторялись. Давайте по поводу соперницы начнем. И сегодня мы начнем с позиции номер... А давайте с позиции номер 3 начнем. Вот с этой колоды. Первым, естественно, будет вопрос о том, что происходит. То есть, есть ли в отношениях вообще третьи лица. И знаете, здесь ситуация острая или обострившаяся. Сама по себе данная карта не показывает соперника или соперницу. Она не говорит о том, что есть соперница или соперник. Опять же, мужчины тоже могут в этом раскладе участвовать. Но я сразу хочу сказать, что просто девушек больше смотрит расклады онлайн на ютубе. Поэтому я всегда говорю о том, что мужчина участвовать может. Просто поверните эту ситуацию на себя. Когда говорю соперница, думайте о сопернике и так далее. И вам тоже эта трактовка пригодится в таком случае. Ничего серьезного в данном случае нет. Даже если вы можете сказать, что да нет, ну я знаю, там есть женщина и все остальное. Не означает, что она есть, то что с ней серьезно. Возможно, это просто какая-то разовая такая вот ситуация, когда человек подгулял, будем так говорить. И это было достаточно давно. Сейчас человек больше ориентирован на семью, дом, на какие-то такие более серьезные вещи в отношениях. И вот здесь вот смотрите, исключение составляют только те, у кого от соперницы есть дети, мужчины. Вот это исключение. Тогда может быть серьезнее. Если там детей нет, то вообще это скорее всего какая-то разовая встреча, у кого-то переписка. Но карты не говорят о том, что там отношения идеальны. Карты наоборот могут говорить о том, что там в тех отношениях соперницы и вашего мужчины может быть не все ладно, не все складно. Потому что на самом деле здесь такой аркан весьма-весьма острый ложится. Насколько опасна для вас эта дама? Ну смотрите, если это жена, то она останется женой. И в таком случае можно сказать, что она опасна для вас. Можно так говорить. Если вы загадали любовницу, а сами являетесь женой, может потрепать вам изрядно нервы. И там с течением времени может немножечко более серьезной стать ситуация, если вы поведете себя неправильно. А как правильно и неправильно, я буду в конце этого расклада общего говорить. Потому что будет предостережение и совет. Опасность есть. Если вы, опять же, соперницами являетесь наравне, то есть ни вы, ни она, ни жена, ни любовница, то есть вы две свободных девушки и есть мужчина, то тогда для вас соперница может потенциально быть серьезной, потому что она метит в жены. Там вот именно такая ситуация просматривается. Но если вы жена, скорее стоит это воспринимать как какое-то такое. Ну вот знаете, развлечение, какая-то ситуация сложилась однократная. То есть это не перманентная измена. Это вот какие-то, знаете, такие яркие моменты, когда так сложилось, однократные какие-то встречи. Даже если это встречи с одной и той же девушкой, например, на протяжении нескольких месяцев, то они имеют разовый характер. Там нет вот тех отношений, чтобы строить семью. Вторую. Отношения мадам к вам. Ну, вы знаете, она жестко вообще настроена защищать свою территорию, будем так говорить. Причем под своей территорией может быть понятие в основном не о мужчине, а о своей личности. То есть она может запрещать мужчине, например, в своем присутствии говорить о вас. То есть она может говорить, не надо мне про свою жену, ничего не говори. Я не для этого с тобой сейчас здесь собралась. И она старается как-то особо не думать о вас, не размышлять очень длительно. Ее какая-то такая позиция, больше действия, чем размышления. Называется, будет проблема, будем решать. Но дама достаточно самоуверенная, судя по всему. И она, если посчитает что-то своим, будет это пытаться отбивать. Но вообще самое главное для нее, чтобы вы не лезли на ее территорию. Если это жена, то тогда жена может просто не пускать вас в свою жизнь. Может не допускать при себе каких-то звонков. Может не допускать, чтобы вы писали в соцсетях какие-то вещи. Вот такая защита своей территории здесь может срабатывать. Если речь о любовнице, она тоже не хочет, чтобы вы вклинивались в ее жизнь. Но, правда, здесь есть косвенный аркан, который может говорить о том, что женщина может быть способна на магическое воздействие, на заказ каких-то работ, адресованных вам. Может пойти на приворот, например. То есть, в принципе, если найдет коса на камень именно, и вы будете воинственно проявляться, что у нас тут перевернулось. То есть, если она получит от вас какой-то сигнал, что вы хотите удержать свою или вы хотите влезть в ее жизнь, то она может вплоть до магии достаточно резкие действия такие вот совершать. Перспективы развития ситуации. Ну, вы знаете, много очень будет зависеть от поведения мужчины. И здесь та ситуация, когда мужчина, вот знаете, может как павлин ходить от одной к другой, никак не проявляться и может переложить на вас ответственность разбираться между собою. То есть, называется, ой, ну девушки имеют какие-то проблемы, у меня проблем нет, у меня просто две женщины. Да, вот разбирайтесь между собой сами. Здесь скорее перспективы именно такого мужского поведения. Но, опять же, карты говорят о том, что, несмотря на эгоизм мужчины, дама, а дама, знаете, такая капризная, знака воздуха или воды, очень эмоциональная, такая вот, может быть, женственная, носить юбки, вся в рюшечках, какая-то вот такая эфемерная барышня, да, она, вот тот, кто будет показывать этот образ, тот с ним дольше и будет оставаться. Вот таковы перспективы. Но перепалки есть. Пока у него есть чувства, он будет с ней переписываться. Пока есть даже не чувства, здесь нет каких-то больших чувств, судя по всему, со стороны мужчины. Здесь больше какое-то самомнение. То есть, пока женщина подогревает в нем вот эту вот уверенность, его неотразимость, и пока соперница вот именно такие вещи делает, он будет обращать на нее внимание. Ну, не более того. Предостережение и совет. Ну, вот здесь карты говорят о том, что не надо стараться вести себя как-то очень традиционно в этих ситуациях, да, вот как бывает. Когда женщины пытаются разобраться друг с другом, когда они пытаются туда дозвониться, вникнуть в ситуацию, получить какие-то знания, спросить совета у старших, у родственников, у мамы, у тети, вот этого лучше не делать. И, вы знаете, особенно, опять же, не надейтесь на то, что если жена бывшая, то есть, если соперница является, например, женщина из прошлого какая-то, то не надейтесь на то, что ваши активные действия здесь в чем-то помогут. Потому что чем больше вы будете негативить, тем больше человек будет испытывать какую-то, вот мужчина именно будет испытывать какую-то ностальгию, потому что было там. Лучше не напоминайте лишний раз. И в целом карты вообще советуют в сложившейся ситуации уйти из этого любовного треугольника, если он имеется. Или если вы понимаете, что ничего опасного нет, а по этому раскладу пока что катастрофически опасного ничего здесь нет. карты рекомендуют просто дистанцироваться от этой ситуации и не рекомендуют вам постоянно напоминать. Ну, а помнишь в прошлом году ты на Ленку-то как смотрел? Вот ты бессовестный, глаза твои бессовестные, да? Вот эти вот вещи не надо напоминать. Если вы понимаете, что там несерьезно, как указала колода с первого аркана, то просто отстранитесь и больше не вспоминайте. Если серьезно, как вам кажется, хотя здесь чего-то очень серьезного не указано у нас, просто если нагнетаться в ближайшие полгода будет ситуация, то тогда придется, может быть, даже принимать решение вплоть до выхода из этих отношений. Такое тоже может быть. Если вы любовница, то тогда карты говорят о том, ну, в принципе, обычно любовница о жене знает, ну, бывают разные, да, ситуации. Потому что была, например, девушка, которая мне писала, что будучи уже беременной, на большом сроке узнала, что человек женат. Такое тоже бывает, ну, вот как бы странно это ни было. Для любовницы здесь рекомендация не лезть в семью, даже если вам кажется, что там в этой семье уже ничего серьезного не осталось. Но не потому, что это какие-то правила, да, какая-то мораль, а потому что вам это не принесет результатов. Мы не обсуждаем здесь, что хорошо, а что плохо. Всякое в жизни может быть. Поэтому просто озвучиваю то, что говорят карты. Вот такая у нас первая открытая, третья по порядку выкладки позиция. Вообще, такое ощущение, что идете к конфликту. Более того, у кого-то здесь на грани развода отношения есть. И тогда нужно смотреть больше сами отношения. И сейчас вот период запущен, да, у кого-то. Какая-то морея здесь есть. И здесь, поскольку уже все запущено, стоит не столько обращать внимание на соперницу, сколько на то, что не так в ваших отношениях. Что происходит, почему так складывается. Вот именно почему, откуда эта проблема в ваших отношениях, а не смотреть на то, куда еще поглядывает мужчина. Для тех, кто выбрал данную колоду, это первая по выкладке позиция, вторая по порядку открытия. Давайте посмотрим сигнификатор. Ну вот здесь, знаете, в самом таком вот безобидном варианте карты могут говорить о том, что никакой соперницы нет. И если вы точно это знаете, да, что нет чего-то серьезного, и просто вот какие-то такие мимолетные, да, подозрения ни на чем не основанные, то тогда дальше лучше не смотреть этот расклад вам. Потому что следующий вариант, прямо противоположный, это вариант, когда есть вторая семья. То есть очень четко, очень внятно существует вторая семья. Возможно, даже с рождением детей. Может быть, это первая жена, там, бывшая жена, да, какая-то с детьми. Может быть, это просто параллельно основанная с вашей вторая семья. Или просто вы загадываете женатого человека, который глубоко погружен вот в эту женатость. В принципе, перспектив для любовницы в этом раскладе, смотреть дальше нет ничего. Потому что человек глубоко женат. И что бы у него к вам ни было, он будет стараться сохранять семью. Но если вы жена и знаете, что параллельно есть вторая семья, что может быть рожден ребенок вне брака, например, то тогда ситуация дальше о вас. То есть я сразу вначале оговорила, какую ситуацию мы рассматриваем. Если у вас не срезонировало это, то тогда лучше посмотрите какие-то другие расклады, поищите более 700 тем. На канале есть общих раскладов. В плейлисте гадания на Таро общие расклады просто может быть, ну вот не ваш день. Бывает такое, что интуиция у человека при выборе не срабатывает. Или другой вариант выберите. Насколько опасна для вас данная соперница? Вы знаете, вот сейчас в данный момент нельзя сказать, насколько она будет опасной, потому что ситуация закрыта. И сейчас может решаться очень серьезно, с кем останется мужчина. Потому что если две семьи, то усидеть на двух стульях будет крайне тяжело и крайне непродуктивно. Ему придется решать. И если есть официальный брак, например, с вами, но параллельно есть вторые отношения, здесь может быть риск развода. Если вы находитесь в гражданском браке, так называемом, в сожительстве, и со второй женщиной он тоже сожительствует, то тогда это будет выбор его между вами и другой семьей. То есть здесь тоже может идти к тому, что будут распадаться, какие отношения, но какие пока не предрешено. отношения соперницы к вам. И вот здесь как раз то, о чем я говорила. Я говорила сразу, что здесь либо любовницы нет, соперницы нет, либо там другая семья параллельная. Потому что здесь спорная ситуация. Соперница готова бороться. Соперница готова защищать свое. Она вообще считает, что вы лезете в их жизнь, а не она влезла в вашу жизнь. И она считает, что женой является именно она. То есть это еще раз подтверждает, что может быть для достаточно узкого круга зрителей сегодня выпал именно этот второй по порядку открытия вариант, первый по порядку выкладки. Но здесь именно жесткая ситуация, когда женщина считает, что она имеет право на этого мужчину больше, потому что она является женой. Она может говорить о том, что она энергетическая, кармическая жена, что она там, как сейчас модно стало рассуждать, пламенные близнецы, что она там еще кто-то. Но она, не важно, правдоподобно это или нет, звучит в ее ситуации, в создавшейся. Но она считает, что она главная. То есть господин назначил ее любимой женой. Она готова драться, конфликтовать. Причем для кого-то даже, в прямом смысле слова, может подраться женщина. У кого Ира какая-то, такая дрочунья есть, светлые волосы, кудрявые, может работать с вашим мужчиной. Симпатичная дама. Перспективы для вас этой ситуации. Но вы знаете, к сожалению, вот здесь как раз та ситуация, та выкладка карт, когда, ну вот, хотелось бы сказать что-то хорошее, а как бы не о чем сказать именно какие-то положительные вещи. Поэтому уж назвался груздем, полезай в кузов, поскольку такая трактовка здесь будет единственно возможной, так я и буду это интерпретировать. К сожалению, перспективы разрушительны для ваших отношений, если там вторая семья. И есть большая доля риска, что при этом ваша семья, ваши отношения распадутся в ближайший год. Причем, знаете, как-то здесь ложатся карты, что даже не важно, есть ли в этих отношениях дети. И я сразу могу сказать для тех, кто излишне как-то, да, вот тонкой душевной организации, когда слышит слово, там не все будет хорошо, допустим, словосочетание, сразу падает в обморок, то вам вообще не надо смотреть этот расклад, потому что есть такие, вот знаете, особо чувствительные люди, которые в каждом слове видят покушение на их счастье, на их свободу и на их какие-то, вот знаете, добродетели и благополучия в жизни. Сразу могу сказать, что вам вообще не место тогда в общих раскладах, а если вы задали вопрос, значит проблема была, и соответственно, тогда вы должны понимать, к чему вы идете, и иметь смелость признать, что есть проблемы, и к сожалению, вот здесь проблемы есть, и эта семья может оказаться более предпочтительной, чем семья с вами. Предостережение и совет. Ну вот смотрите, постарайтесь построить семью на взаимоуважении взаимоуважении и человеческих отношениях, а не на, вот знаете, каком-то постоянно полуистерическом, да, вот состоянии. Опять же, здесь говорится о том, что рассмотрите вариант, что действительно это может быть не ваша судьба, не ваше отношение дальше. И как бы это сложно не было признавать, об этом больно думать, об этом возможно не хочется думать. Но в этой ситуации, если уже вы видите эту проблему, и проблема заела, и проблема серьезная, то постарайтесь подумать, что вы будете делать, если семья распадется. Также карты советуют поторопиться с вот именно выравниванием своего эмоционального состояния. И карты говорят о том, что возможно для вас настало время выставить ультиматум. Здесь могу сразу пояснить, можно сказать, вот порекомендовали ультиматум ему поставить, предъявить, а он взял и ушел. Так вот здесь, скорее всего, при вашем ультиматуме человек и уйдет. Это вот такая не очень мягкая, не очень няшная позиция, мягко выражаясь. И риски большие, что человек действительно уйдет из этих отношений, что не слишком красиво по отношению к вам поступит и так далее. Но вопрос в том, хотите ли вы беречь свое время? То есть готовы ли вы еще, допустим, пять лет, вот это все терпеть для того, чтобы потом все равно будет предрешенный какой-то шаг? Чтобы вот все эти годы, все это время свое потратить в то, что уже не отдает каких-то ростков, не дает вам результата? Здесь карты рекомендуют поторопиться именно по той причине в ближайшие пару месяцев хотя бы, чтобы вы просто не убивали свое время на то, что происходит здесь. Ультиматум можно ставить. У небольшого количества людей сработает в вашу пользу ультиматум. Ну, в вашу пользу это условно выражаясь, то есть, что человек может остаться. В других случаях мужчина уйдет. Но тяжелая позиция, тяжелая, особенно в общих раскладах, трудно говорить вот эти вещи, потому что людей смотрит много, многие из них впечатлительные очень. и потом приходится их там со слезами на глазах блокировать, конечно, оплакивать потом, что ай-яй-яй, улетели в бан, но тем не менее. Здесь у кого-то дочь или манера такая вот, знаете, дочернего поведения. Это играет свою роль, роль не слишком хорошую, роль негативную, даже можно сказать так. Ну, конечно, кэп очевидность. Для тех, кто выбрал вторую позицию, она третья по порядку открытия. Давайте посмотрим, есть ли соперница или соперник. Ну, вы знаете, здесь как-то карты говорят о том, что соперником для вас в вашей семейной жизни может являться, скорее всего, сам ваш мужчина. То есть, здесь проблема в его поведении, а не проблема в сопернице. У очень большого количества людей, которые загадали правильно, да, вот интуитивно выбрали этот расклад, этот вариант, вообще соперница является женщиной из прошлого или бывшей женой или какой-то первой любовью, вот что-то из этой области. Или, если вы знаете, что это в новые какие-то отношения, их никогда раньше не было, то женщина может быть знака воздуха или воды, очень расчетливая, холодная, с ледяным каким-то вот таким, вот знаете, разумом. И она даже не стелет мягко, она сразу жестко кладет. То есть, такая достаточно жесткая дама, причем она вполне понимает, что она находится в формате любовного треугольника. И здесь ситуация, да, именно не разовой встречи. Здесь есть момент, когда на эмоциях человек, особенно когда у вас с ним конфликт, и когда вы его продавливаете, уходит туда, для того, чтобы почувствовать рядом с собой, вот как он считает истинного друга, который поймет, поддержит и так далее. Но уже мне не нравится, да, обстоятельства этой позиции. Насколько опасна? Опасна больше женщина для тех, у кого она из прошлого. То есть, она является или бывшей, или дамой, которая когда-то, допустим, не знаю, в институтские годы, которую он любил и так далее. То есть, вот какая-то такая отрыжка из прошлого, если тогда она опасная, она даже может увести его к себе. Если это новенькая какая-то дама, то тогда просто готовьтесь к первой, второй, третьей, четвертой, пятой частям марлезонского балета, потому что нервы трепать она умеет, и она это умеет делать очень расчетливо, и она может просчитать где-то ваши реакции даже, и вылезать пока что из этого любовного треугольника она не собирается. И ее отношение к вам. Но, вы знаете, она как-то по умолчанию считает, что она сильнее вас. И здесь такая ситуация, когда ей почему-то кажется, что ваши слова, ваши какие-то действия, ваши, если у вас есть дети, например, отсылки к тому, что дети, какие-то требования, ваши страдания, они вот для нее безразличны, а ей кажется, что это настолько незначимо, что вы не тот человек, который сможет с ней справиться. Она считает себя гораздо сильнее. Но при этом сказать, что она как-то злобно относится к вам, нет, она не злобная к вам, она просто холодная, эмоционально, и в плане разума, достаточно трезвый ум и высокий интеллект. Поэтому она просто вас оценивает как некое небольшое препятствие или можно сказать, ты ничего не понимаешь, что происходит между нами. Вот какие-то такие вещи приходят на ум. Перспективы для вас этой ситуации. Ну, вы знаете, здесь вы можете со страху просто в один прекрасный момент взять и вырваться, просто уйти из этого любовного треугольника в ближайшие полгода 8 месяцев из-за того, что вы серьезно обидитесь. Более того, даже если мужчина скажет, что он прервал эти отношения и даже на какое-то время прервет, он потом опять в них вляпается. То есть вы увидите какой-то камбэк его вот к этой даме. И тогда вы просто можете, знаете, вот от осознания того, что он обманывает, испытать большую обиду и самоустраниться из этой ситуации. Вот такое может быть. Есть второй вариант, если вы категорически не хотите уходить от этого человека, то просто выйдите из ситуации и наблюдайте то, что происходит. И старайтесь, ну, лжет. Лучше в таком случае, если вы в отношениях остаетесь принять, в принципах обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Даже если вы знаете подноготную этой ситуацию, лучше сделать вид, что вы обманываетесь и достаточно успешно. Иначе придется из этой ситуации каким-то боком, каким-то образом выходить. Потому что для вас, вот знаете, она как бы не уходит с вашей подачи, эта дамочка. А у вас в семье, в отношениях с вашим мужчиной могут быть большие скандалы из-за нее. Она будет как постоянный триггер какой-то именно на ваши негативные друг другу высказывания. Давайте посмотрим предостережение и совет. Не планируйте сейчас с вашим мужчиной каких-то крупных финансовых вопросов. Более того, если мужчина просит вас сберечь какие-то деньги, отложить на что-то и так далее, то для вас продуктивнее в этой ситуации будет их просто потратить. То есть, вот если есть возможность в себя вложиться, в дом, неважно во что, лишь бы это осталось потом с вами, вложите лучше в себя, лучше потратьте, потому что, если вы это будете беречь, то, ну вот, очень большие перспективы того, что вы потеряете не только энергетически, не только какое-то время, но и финансово в этой ситуации. Поэтому озаботьтесь именно финансовым вопросом, который здесь будет очень-очень важен. Он действительно один из первостепенных, потому что здесь, вот знаете, может либо она ему предложить что-то, на что-то потратиться, либо какую-то работу, какой-то бизнес сделать, да, или совершить какую-то мегавыгодную покупку, а потеряете от этого вы. Поэтому здесь подстрахуйте себя именно в финансовом эквиваленте. И, пожалуй, для многих здесь будет единственным адекватным вариантом страховки потратить на себя любимую, или на детей, или на что-то другое, то, что откладывалось, то, что вы собирались тратить на какие-то иные нужды. Или придумайте себе очень важную причину, по которой эти деньги будут потрачены, и, соответственно, они не достанутся вот этой барышне. Казалось бы, такая, да, не очень хорошая ситуация, но тоже свои рекомендации все-таки карты дали, и я надеюсь, что вам это поможет как-то продолжить, да, вот эту ситуацию себе во благо. Вообще, расклад достаточно тяжелый сегодня получился. Он получился, может быть, не слишком радужным, не слишком оптимистичным для всех прямо. Ну, не всегда бывают ромашки и зефирки, но, тем не менее, сегодня, я думаю, что мы получили большое количество информации, эта информация будет для вас во благо. Конечно, я жду ваших комментариев и с учетом того, что мы можем именно в Ютубе, в свободной зоне, в комментариях под видео общаться, это мне будет приятно. Опять же, я смогу ответить на ваши комментарии, прочитать их, потому что в последнее время участились случаи, когда в личку люди пишут какие-то вещи странные, да, там, например, я смотрела какой-то общий расклад, там, и так далее. Друзья, вот если вы посмотрели общий расклад, лучше здесь, под видео, оставьте эти комментарии, это, опять же, и, будем так говорить, способствуют распространению информации о канале и способствуют тому, чтобы действительно в том, что мы здесь вот видим, да, для меня был стимул делать что-то большее и что-то лучшее, потому что, если выкладываешь расклад, а комментариев нет, ну, думаешь, наверное, особо людям неинтересно было или сказать нечего, и, конечно, воспринимается это не очень хорошо, и делать затем что-то, снимать какие-то расклады уже не так хочется, хочется больше, наверное, потратить после этого время на себя, но и, опять же, что хочется сказать, если вы хотите для себя индивидуальный расклад заказать, то обязательно, прежде чем писать, мне посмотрите видео, ссылка на которое в пункте 3 прикрепленного комментария, там все рассказывается, как писать, куда писать, помните, что есть правило трех сообщений, то есть, если вы написали, и я вам 3 раза ответила, тем более, вы получили для себя условия, на которых делается индивидуальный расклад, то после этого мы затем продолжаем, только для того, чтобы вы получили консультацию, общение, и никак иначе, не присылайте, пожалуйста, голосовые сообщения, об этом я говорю и в правилах, опять, ну опять умудряются люди на 5, на 10 минут какое-то голосовое прислать, я его девочки и мальчики даже не буду слушать, даже не буду открывать, потому что люди у нас не умеют зачастую устно выражать очень подробно и внятно свои мысли, я не имею возможности слушать там по часу, по два, по пять часов в день все голосовые, которые приходят, поэтому имейте в виду, что пишем коротко, по делу, если пишем в личку, а распинаться и писать большие какие-то, да, вот развернутые комментарии, здесь можно в ютубе, я обязательно по мере возможности буду на них отвечать, я всем желаю удачи, до встречи, до свидания.